Приветствуем всех зрителей. Мы находимся на финале LG Кубка Урала 2018 по киберфутболу. С нами его главный организатор Антонио Гонсалес-Мунис. Привет, Антон. Расскажи, как прошел турнир. Сложно ли было организовывать турнир в этом году? Ну, привет, Юра. Что можно сказать по поводу турнира, как он прошел? Прошел он у нас хорошо. Мы отыграли за два дня большое количество игр и увидели снова, как и в прошлом году, лучших игроков региона. У нас в гостях в Перми. По поводу организации, скорее, по-другому он был организован, чем в прошлом году. В прошлом году было немного легче в плане именно поддержки какой-то, но, к сожалению, не все обещания прошлых наших партнеров были выполнены. Но, в отличие от этого года, мы поменяли партнеров. У нас стал титульный спонсор LG, и мы уверены в нем. Уже на протяжении долгого периода он помогает киберфутболу в нашей стране. И, наконец-то, LG обратила внимание и на нас. И теперь у нас прошел Кубок Урала под гида LG. Поэтому по-разному он прошел. Я могу сказать, что в этом году мне было его приятнее проводить и организовывать, потому что он был в таком более, не то чтобы неофициальном каком-то статусе, а более комфортный. Мы и место подобрали для этого, и, я думаю, игрокам было комфортно и интересно поиграть в таких условиях. Тяжело ли было собрать как раз столько представителей с разных городов? Расскажи, кстати, сколько их было всего, из каких городов приехали участники? У нас было 48 участников в этом году. Чуть-чуть меньше, чем в прошлом. В прошлом году было 56. Участников география осталась такой же большой. 11 городов у нас было от Москвы до Тюмени. Очень много было гостей из Екатеринбурга в этом году. Собрать было их, конечно же, тяжело, потому что достаточно короткий был срок у нас на проведение отборочных турниров. Но все города справились, все города отлично провели отборы свои. Опыт, конечно, есть уже в сборе игроков по Уралу. Все прекрасно знают про статус турнира. Если мы первый турнир когда-то два года назад проводились с тремя гостями, или четыре у нас было гостя, то в этом году у нас было около 30 гостей. И я думаю, что именно широкая география всегда залог интересности турнира, потому что люди играют друг с другом в своих городах часто много. Но поехать куда-либо и встретиться с представителями других городов – это всегда интересно, это большой опыт и способствует росту популярности киберфутбола. Ты как организатор регионального турнира по Уралу, что можешь передать таким же организаторам в других регионах? К чему им стремиться? Стоит ли им вообще такие турниры организовать? Да, я бесполезно хочу передать то, что такие турниры организовать необходимо. Надо объединять. Чем больше мы объединять будем региональные какие-то турниры проводить, тем больше будет рост качества игроков у нас в регионах, тем больше будет популярности в самих городах. Если мы будем замыкаться в своих каких-то узких, даже ограниченных каким-то краем или областях мероприятиях, мы не получим прогресса. Чем больше выходим на региональный уровень, тем это больше необходимо. И благо у нас сейчас есть возможность, есть поддержка, хорошая поддержка от LG. Я думаю, что, по крайней мере, стоит попытаться. Сложно, я понимаю, сложно первый раз провести. Мы это проводим уже третий год. Слава Богу, справляемся. Я думаю, что много федераций, которые ничем не хуже нас, и они справятся с этим. Просто надо не бояться. Надо не бояться, звать, организовывать, и все у них получится. Спасибо. Мы видим на твоем примере, что у тебя все получается. Какие планы на ближайшее будущее и в целом, что бы ты улучшил в следующем году на подобный турнир? Планы у нас уже потихонечку входить в следующий сезон, 19-й сезон, FIFA 19. До нее осталось совсем немного времени, меньше месяца. Хотя у нас еще может быть большой турнир в Москве, финал чемпионата России, в котором тоже наверняка примут участие пермяки. В 19-й сезон ожидается очень интересный, потому что мы, во-первых, получаем, кроме новой FIFA, мы еще получаем новую игру, по сути. И выходит на рынок у нас Pro Evolution Soccer в 19-й версии. И благодаря тому, что он подписал договор с РФП, я думаю, что повысится к нему интерес и, возможно, будет интерес у игроков играть на турнирах. Посмотрим. У нас сегодня прошел пробный промо-турнир по демо-версии, по Pro Evolution Soccer. Он вызвал достаточно большой интерес, около 30, больше 30 участников у нас приняло участие. Это основные планы у нас – проводить турниры не только по FIFA, но и по Pro Evolution Soccer. Кроме этого, основной сейчас план, я думаю, совместно с Федерацией киберфутбола России, собственно, мы являемся оригинальным представительством этой федерации, продолжить практику проведения целого регулярного сезона рейтинговых турниров или каких-либо подобных турниров, чтобы иметь систему турниров в стране, которые позволяют киберфутболисту играть много и в течение года. Спасибо тебе, Антон. Спасибо, что развиваешь киберфутбол в Перми и в крае. Единственное, что осталось, можешь передать пример так же, как это делают наши игроки, своим друзьям, знакомым, родственникам. Я хочу передать привет всем любителям киберфутбола страны. Я хочу сказать, что любить действительно киберфутбол, в него стоит играть и стоит организовывать турниры. Это нелегко, но это стоит того. Всем привет. Увидимся в Москве, увидимся на других турнирах. Думаю, что еще будет очень много интересных матчей в 19-й FIFA. До свидания, ребят.